У меня много видео про форсунки. Почему я это делаю? Потому что форсунка на дизеле это самая главная деталь. 90% всех проблем с дизелем происходят от неисправности топливной системы. А в топливной системе наиглавнейшая запчасть это форсунка. Форсунка отвечает за смеси образования. Так как корпуратор отвечает в бензиновом моторе за тоже смеси образования. Но в дизеле за это отвечает форсунка. Форсунка, которая неправильно образует топливную смесь, приводит к неправильному ее сгоранию. В результате мотор дымит, теряет мощность, греется и в конечном итоге приходит капремонт преждевременный. При том, если на многоцилиндровом моторе это еще как-то хоть проявляется, в дымности, в нестабильной работе, то на одноцилиндровом моторе это для хозяина пройдет незаметно и неожиданно. Он даже не заметит, когда угробил свой мотор. У меня мотор, допустим, работал чудесно, чисто, хорошо, бездымно. Дымность была легкая только при заводке первые 5-7 секунд. Легкая-легкая дымность. И в последнее время, в самый последний раз я заметил на максимальных оборотах, на максимальной мощности легкое-легкое потенение мощности. Решил посмотреть форсунку и ужаснулся. Мой распылитель умер окончательно. Он уже давно подавал эти признаки. Я его все думал поменять, но теперь его пришло время поменять точно. Вот, разобрал я свою форсунку, посмотрел целостность корпуса. Корпус целый, можно ставить. К чему приводит неисправная форсунка? Первое. К дымности. Второе. К падению мощности. Третье. Вот она приводит к такой вот плачевной ситуации. Сильно много образуется сажа не сгоревшей, потому что в смеси образования неправильно. Происходит большое отложение сажи. На деталях мотора, в частности на распылителе, также на поршнях, цилиндре и головке блока. Ну, сейчас будем говорить о распылителе. Сажа, сами мелкие части проникают в зазор игла-распылитель, где зазор 2 микрометра. И царапают иглу распылителя. Вот сейчас видно, что игла исцарапана и игла потемневшая. Исцарапана, потому что ее исцарапала сажа. Потемневшая, потому что был перегрев. Значит, сажа меленькая, которая способна пройти по этому зазору 2 микронам, проходит через всю форсунку, через обратку, попадает в бак, через фильтр, который ее не фильтрует, потому что фильтр фильтрует только 10 микронные частицы, 2 микронные он не ловит. Попадает в плунжер, где такой же зазор 2 микронный, и убивает напрочь еще и плунжер. Поэтому, если у вас плунжер на двигателе помер, то, возможно, причиной этому был изношенный распылитель и неправильная смесь образования. Сажа, то есть. Ну, как видно, распылитель в корпусе закоксовался намертво. Его можно только или отмочить, положить, или выбить жестоким способом, об деревяшку. Потому что, по-хорошему, он не выходит. Пойду выбивать на деревяшку. Так, сходил, выбил. Видно слой сажи. И полностью закоксованный распылитель. Вот он. На нем толстый-толстый слой сажи. Таким распылителем быть не должен. Распылитель может быть легкозакопченным. Нормально работающий. Неисправен распылитель имеет вот такие вот признаки. Черный в саже и перегрет. Потому что в саже есть не что иное, как пригоревшая солярка. Солярка пригорела, грела, усилена распылитель. И, соответственно, потемнела из этого игла. Но нагревание происходит не только в распылителе, но еще и в цилиндре. А это может привести к сплавлению поршня или к выломке его перегородок. На самом деле они не выламываются, они прогорают. Но так говорят, выломалось. Мотоблочник, хозяин, начинает искать и устранять причину. И обычно там мутят с вентилятором, увеличивают обороты прохождения воздуха через радиатор. В общем, устраняет проблему перегрева мотора. Но вся беда в том, что устраняет следствие, а не устраняет причину. Устранили перегрев, а форсунка как не работала нормально, так не работает. И в конечном итоге льющая форсунка сплавляет поршень, лопает его перегородки, перегревается цилиндр, лопается перегородки между клапанами на головке блока и мотор уходит в утиль. А вся причина в том, что ремонтировали не там. Надо было устранять не перегрев мотора, а ремонтировать форсунку. Отремонтировав форсунку, уйдет проблема перегрева мотора. Это частая ошибка у людей. Ну, хозяин барин, кто как хочет, так и делает. Мой мотор не перегревается, в принципе, никогда. Ни разу бы еще не перегревался за 6 лет. Поэтому, когда лезете увеличивать обороты на радиаторе, чтобы устранить перегрев мотора, думайте сначала, что делаете. Возможно, надо просто отрегулировать и отремонтировать нормально форсунку. Значит, купил я у китайцев новый распылитель, покупал на заводе в Китае. Но он мне не понравился. Хотя, это заводской Китай. И производитель гарантировал 600 моточасов его исправной работы. Но думаю, что 600 моточасов он не проработает. Провожу я сейчас тест нападения смоченной в игле иглы распылителя. Смоченной в солярке, вернее, иглы распылителя. Многие люди ко мне обращались и говорили, что им на сервисе рассказывали, что такого тесту нет. И быть не может. И это все выдумки. В общем, если вам такое говорят, отсылайте читать книжки. Значит, люди не читали книжки. Этот метод в книжках описан. Ну, как видно, в одном месте игла распылителя, вместо того, чтобы выпускаться, плавно падает. И это есть проблема распылителя. И потому он мне не нравится. 600 моточасов такой распылитель не пройдет. Качество его не очень хорошее. Поэтому у этих китайцев распылителей не берите. Дальше. Чем грозит неисправная форсунка? Уже сказали. Дымность, потеря мощности греется. Убивает пуншер. Лопают перегородки поршня. Третье. Последнее, вернее, следующее. Когда форсунка льет топливо, топливо плохо сгорает, оно частично выбрасывается в выхлопную трубу, частично попадает в картер двигателя, в масло. Потому что в картере моторе, в масле, все то, что не сгорело в цилиндре. Вследствие чего, масло разжижается соляркой, становится жидким, теряет свои смазывающие свойства и происходит чрезмерный износ мотора. То есть изнашиваются вкладыши, втулки, подшипники, все трущиеся части мотора. Повышенный износ мотора очень сильно повлияет на общий ресурс мотора. Неисправная форсунка способна снизить ваш ресурс мотора до минимума. Притом, очень чувствительно снизить. Это не значит, что это произойдет в один день, в два дня, в три дня, в четыре дня. Это произойдет может месяц, может год. Но один азиан мотоблока проездит тысячу моточасов на мотоблоке, а второй в проезде только 300 моточасов и будут ремонтироваться. Вот такая вот ситуация. Кто-то ездит 300 моточасов и попадает на капремонт, а кто-то ездит благополучно все тысячи моточасов, две тысячи моточасов, на которые рассчитан этот мотор, и себе живет благополучно. И отхаживаясь полностью в свой ресурс. Кроме того, есть еще такая неприятная штука, как детонация. Детонация это когда форсунка сильно льет в цилиндр, крупные капли, солярка сразу не воспламеняется, потом массово испаряется в цилиндре, потом массово взрывается, возникает эффект детонации. То есть слишком большого горения, слишком большой скорости горения топлива в цилиндре. Детонация способна разрушить даже перегородки чугунные в картере мотор. Но надо сказать, что это явление более относится к многоцилиндровым моторам, а к одноцилиндровым нет. Потому что при такой неисправности одноцилиндровый мотор просто не заведется. Поэтому мотоблочникам это не грозит. Вот сейчас поставим пружинку, поставим колпачок. В колпачке должна быть обязательно шайбочка. Шайбочку, наверное, я потерял, оставил возле станка. Сейчас пойду заберу. И самое обидное, что если ваш мотоблок при неисправной форсунке даже стоит зимой и не работает, вы осенью работали-работали, поставили его на хранение, весной заводить не заводится. Разбирайте цилиндропоршневую. Есть рак именно на цилиндре. Износ цилиндра. Это называется химический износ мотора, который тоже возникает из-за неисправной форсунки и убивает мотор, даже если он просто стоит и не работает. Всем удачи!